Мне 32 года, с 12 лет я люблю программирование, с 15 начал зарабатывать этим деньги. В тот момент, притворяясь взрослым, я писал письма разным фирмам и делал для них веб-сайты. Еще тогда, когда вообще мало кто у нас о веб-сайтах слышал. Кстати, учился я программированию в так называемом доме пионеров. Пионеров, хотя пионеров уже, конечно, не существовало давно. Однако этот дом назывался все так же, учителя там были прекрасные. Они дали мне все необходимые знания, чтобы я не только смог войти в профессию, но и улучшить свои навыки позже. Они привили трудолюбие, умение докопаться до сути, прилежание в чтении книг. Помню, один раз я разбил горшок с цветами, но вместо наказания учительница дала мне задание написать программу, которая была на порядок сложнее того, что мы проходили в тот момент. И горшок был бы мне прощен. Уверен, если бы учительница не хотела меня учить, а хотела бы просто получать зарплату, она заставила бы меня убрать рассыпавшуюся землю и только. А через несколько лет этот так называемый дом пионеров расформировали полностью. Я даже не знаю, что сейчас на его месте. Не хочу даже знать. Мне было бы обидно увидеть на этом месте новый торговый центр. Но написать я собирался о другом. Я хотел бы рассказать о том, что у нас происходит в сфере информационных технологий, IT. Наверное, вы знаете, что сейчас программист — это не уникальная способность, не отобранный среди сотен тысяч гений, а обычный инженер. Просто их работа связана с компьютерами и алгоритмами, а не с механизмами. В наше время программист может даже не знать, из чего собран компьютер, чтобы успешно писать на нем программы. То же приложение ВКонтакте на телефоне, тот же Яндекс.Навигатор, который на минуточку может порекомендовать вашей машине ехать в пробку, созданы обычными программистами. А теперь к сути. Когда я дорос, в кавычках, до управляющих высот в своей компании, на меня возложили обязанность найма программистов, моих будущих коллег. Я должен был выступить фильтром, чтобы компания не получила бесполезных работников. И первое задание, которое я получил, — найти хорошего программиста на должность собственного помощника. То есть этот человек должен был быть компетентен практически настолько же, насколько и я. Каково же было мое удивление, закончившие вуз студенты приходили на собеседование и не знали вообще ничего. Они не могли ответить даже на банальные вопросы, как скопировать файл в операционной системе Linux. Некоторые не могли ответить на вопрос, как вывести строку в браузере, чтобы пользователь мог ее прочитать. Они не понимали, как работает компьютер. Они не понимали, как работает сеть, как работает интернет. Любой вопрос с подвохом вообще автоматически означал окончание разговора. Я иногда задавал вопросы из программы пятого класса. Как сложить два числа, например, не используя знак «плюс». Это достаточно распространенный вопрос, наряду с вопросом, почему люки круглые, классиков, собеседований на программистов. Но все же почти никто не мог ответить. А ответ достаточно простой, нужно использовать знак «минус» за скобками. Вот так. Однако почти никто из тех, кого я собеседовал, не смог ответить. Видимо, слишком плохо учились в пятом классе. Некоторые не отвечали вообще ни на один вопрос, даже без подвохов. Просто молчали и улыбались. Некоторые явно были под веществами. Я не шучу. Я не могу забыть эти глупые лица с большими зрачками. Я не мог поверить, как можно распустить себя настолько, чтобы прийти на собеседование под наркотиками, да еще и просить какие-то деньги. Но даже не это меня возмущает. Да, я тоже был раньше молод и глуп, хотя наглости у меня такой и не было. Однако все мои собеседники требовали высокую зарплату. Некоторые из них хотели зарплату выше, чем у меня. Разработчика с 15 годами опыта. И не могли ответить ни на один вопрос при этом. К сожалению, мы были вынуждены взять человека, который не отвечал нашим требованиям. Просто потому, что больше никого за разумный срок найти не сумели. Мои коллеги из других компаний жалуются на то же самое. Толковых работников просто нет. Я подчеркиваю, программирование не для гениев. Обычная инженерная специальность, связанная лишь с трудолюбием и логикой, а еще иногда с простой математикой. Но не более того. Программистам можно сделать кого угодно. Поверьте, ваш банковский аккаунт разрабатывают не гении, а обычные ребята, которые не против пропустить кружку разного в пятницу вечером и любящий футбол. Я хочу сказать, что мне очень страшно. Мне очень страшно за образование, которое получают сейчас наши будущие работники. Мне очень страшно за качество образования на платных или бесплатных курсах, ибо оно не меняет ситуацию совсем. Я бы сказал, что платные курсы сейчас не стоят вообще ничего, так как их задача не научить, а заработать. Мне очень страшно, что когда уйдет старшее поколение, в том числе поколение, к которому отношусь я, наша IT-сфера может накрениться и упасть. Упасть так, что сломает обе ноги в падении, а встать уже не получится. Мне очень хотелось бы видеть на собеседованиях только тех, кому действительно нравится программировать, а не тех, кто повелся на удочку капитализма и подумал, что программирование есть легкие деньги. Как мне кажется, вся проблема именно в образовании, и на мой взгляд, в капитализме. Эти молодые люди слышали, что программистам быть выгодно, и поэтому пошли туда. Не по велению сердца, не потому что понимают и разбираются в этом. Они просто хотят денег. Ведь здесь больше, чем везде, почему бы не пойти? И через какое-то время с таким подходом окажется, что те, кто их собеседует, это такие же они в прошлом, такие же бестолковые неучи. И пусть все они получают огромные зарплаты, это не поможет. Однажды домашний наш интернет по всей стране просто умрет, а наши телефоны и компьютеры станут добычей разработок западных инженеров-программистов окончательно. Ибо именно Запад в свое время переманил все мозги нашей страны и удерживает их в заложниках хорошей жизни за хорошие деньги и мечту об американской мечте. Некоторые люди из правительства, не будем показывать на них пальцем, заявляют, будто бы у нас все прекрасно в IT. Но это не так. На бумаге, может быть, и прекрасно. А вот нанять на позиции начинающих или средних разработчиков даже не в самой сложной сфере, где не требуется математика, просто некого. На 50 кандидатов один более-менее нормальный. Но и он не знает и половины того, что требуется. Это огромная проблема, поверьте. Работать просто некому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова